От пациентки. 7 лет назад была пневмония, после этого постоянные бронхиты. В январе появилась боль в груди и отдышка. Сделала КТ, пропила антибиотики. Кровь идеальна на момент заболевания, только повышен реактивный белок 9. Когда пили антибиотики, ничего не беспокоило. Через три дня опять симптомы вернулись. Контрольное КТ легких не делало. Описание представленных КТ-томограмм 49 лет от 16 января 2020 года. Область исследования. Органы грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Справа в С5 определяется зона инфильтрации легочной ткани размером 62 на 60 на 30 миллиметров. На этом фоне прослеживаются бронхи, сформированный тяжик к остальной плевре, участки консолидации легочной ткани. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новообразование в нем не визуализируется. Внутри грудные лимфатические узлы. Определяются немногочисленные паратрахеальные лимфоузлы размером до 9 на 7 миллиметров. В аортопульмональном окне лимфоузлы размером до 14 на 12 миллиметров, бифуркационные размером до 21 на 22 миллиметра. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных, травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце, аорта без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Заключение. КТ-картина правосторонней среднедалевой пневмонии на фоне лимфоодинопатии средостения. Рекомендована консультация терапевта. Комментарий врача-рентгенолога. По данным КТ у вас пневмония, в правом легком. Также увеличены лимфоузлы средостению. Это лечит терапевт. При нормальном течении болезни КТ-контроль можно сделать через 4 недели. Раньше особого смысла делать нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова